Общий спад в экономике страны отразился и на динамике макроэкономических показателей Якутии, связанных с доходами населения. В годовом исчислении реальная заработная плата снизилась на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили сегодня на итоговом отчете Министерства финансов и Министерства экономики. В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения в республике утвержден комплекс мер по реализации основных задач социально-экономического развития региона, которые представляют собой региональный стабилизационный план. В течение 2016 года основных макроэкономических показателей превышали среднероссийские. По итогам 2016 года мы наблюдаем рост главного регионального продукта на 1,9%, промышленного производства на 1,6%, инвестиции в огромный капитал на 24,9%, объем оплатных услуг заселения на 3%. 234 миллиона направят на благоустройство местных дорог. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров на расширенном заседании коллегии Министерства транспорта. Речь идет о реализации федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. В своем выступлении министр отметил, что республика – единственный субъект Дальнего Востока страны, который принимает участие в этой программе. В прошлом году по ней республика получила 262 миллиона и сдала 9 дорожных объектов. В этом году планируют работу провести в четырех районах республики. В этом году, на 17-й год, мы получаем 234 миллиона. Защита уже в Росфтагаре прошла. Это четыре объекта. Хангаланский – это Чепанцы, Абилюйский район и Чурокшинский районы. Ежегодно мы выделяем субсидии муниципальным районам на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, на проектирование, ремонт дорог, строительство дорог местного значения. В целом направлены субсидии в размере 1 миллиард 400 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok